я привязала 27 с половиной сантиметров в диаметре можете провязать 28 это при желании если вы хотите чтобы более такой блин если же хотите как я шапочка образный то вяжите немножечко меньше буквально и же на пол сантиметра меньше 20 с половиной этого будет достаточно более чем так вы провязали вот такой вот своего рода вот блинчик так приступаете к высоте шапочки я для примера здесь провязала 5 рядочков и так расскажу вам как это я сделала вы провязали в диаметре 28 там 27 с половиной сантиметров как это делая затем каждый столбик без накида над каждым столбиком без накида продолжаете вязать столбики без накида в нашу дырочку как всегда вяжите два столбика без накида не делайте никаких смещений прибавлений воздушных петель просто ровными рядами вяжите 10 10 рядочков то бишь 5 сантиметров высоту отметьте для себя начало ряда вот я отметила для себя начало рядом и с начала ряда вяжу по кругу до конца ряда опять снова второй ряд и так далее так делаете десять рядочков можете отметить маркером для себя либо там булавочкой для меня очень удобно ниточка она не мешает и не смущает как говорится можете сделать так вяжите 10 . и продолжим с вами я закончила провязывание 10 рядочков столбиками без накида убрала маркер наш и следующий ряд я делаю вот таким образом набираю две воздушные петельки и провязываю через одну петлю один столбик с одним накидом теперь снова через одну петлю один столбик с накидом через петлю столбик с накидом снова через петлю и этот ряд я Я провязываю чередую, видите, чередую столбик с накидом, пустая петля, столбик с накидом, пустая петля и так далее. Вяжу так до конца этого ряда, до вот этого места и продолжим с вами дальше. Вот я привязала до конца полностью ряд и делаю в третью петлю поединительную. Затем делаете накид и вводите крючок перед столбиком, под столбиком и делаете столбик с накидом. Теперь снова делаете накид, но уже за вводите, за вводите. Да, и снова столбик с накидом. Теперь снова накид делаете, перед вводите вот так вот, под столбик делаете накид. Столбик с накидом провязываете. Теперь снова накид за столбиком. Ровем петлю, под столбиком. Снова накид за столбиком. Таким образом у вас формируется такая вот резиночка. И продолжаете до конца ряда таким же образом. Вводите под, делаете столбик с накидом. За. Только снизу назад. Столбик с накидом. Под. Поворачиваете, как вам удобно, поворачиваете билет в любую сторону. Может кому-то удобно более там боком, кому-то сверху удобно. Смотрите, следите, чтобы ниточка у вас обязательно не расслаивалась, потому что потом вам будет не очень удобно принески билетикам. Будет так петли торчать. В общем, бывают тоже потом. Продолжаете. Вот, видите, тут расслаивается муточка. Поэтому следите за этим, чтобы не было. Можете повернуть, если вам будет так удобнее. Вообще, вот так вот поперед шапочку не поперед. За. Теперь поворачиваете обратно. За и вот так. В общем, чередуете. Вот так вот. И формируете резиночку. Так делаете до конца ряда. Повязав до конца ряда, мы можем столкнуться с такой вот небольшой проблемкой, что у нас остается два рядочка с накидом. Поэтому мы, ну, у меня в данный момент за заднюю стеночку, вы поможете, это линия у вас совпадает. Ну, как бы, скорее всего, что на задней, именно. В общем, на задней петелечке у вас останется вот два рядочка. Поэтому, так как у нас первая была за переднюю, ну, то есть под петлю, под рядок, между, под рядок с накидом, то, как бы, последняя, соответственно, за заднюю. Поэтому, если вы столкнулись с такой проблемкой, просто провязываете за два столбика сразу. И, соответственно, продолжаете. Если у вас была первая петля, вот как у меня, под нее, снова, теперь вторая, за, снова продолжаете делать вот эти столбики с накидом. И так далее. За, пух. И за, снова. Основное, смотрите, чтобы у вас чередование шло. Если, допустим, у вас была здесь сверху, значит, здесь должно также быть сверху ход вдеваете. Если за, то, видите, вот она как резиночка формируется. Так, своего рода резиночка один на один спицами, вот она в какой вид имеет, в принципе, подобный. Косички меленькие, заяц вперед, вот, с одной стороны, с другой стороны одинаковые. Вот таким образом нам нужно провязать резиночку, ну, приблизительно сантиметра четыре. Делаете хотя бы вот таких пять рядочков. Вот, посмотрите, сейчас выровняем. Вот так вот получается наш беретик. Очень довольно-таки аккуратный. Когда доделаете вот здесь резиночку, получится у нас вот такой вот осенний-весенний беретик. Он довольно-таки плотненький. Ну, благодаря дырочкам у нас голова будет дышать. Благодаря резиночке будет все хорошо и плотненько держаться на голове. Поэтому, все, всем спасибо за внимание. Если вам понравился мой видеоурок, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. В общем, всем хорошего времени суток. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok